Вся наша жизнь состоит из мелочей. Все знать невозможно, но очень хочется. Обращение к прошлому никому еще не давало ключ к будущему. Ну, это если мы говорим об отношениях между мужчиной и женщиной. А вообще и при любых обстоятельствах копаться в прошлом – это не есть хорошо. Ревность к прошлым отношениям вообще нерациональна и разрушает новые отношения. Но мы же не хотим, чтобы в нашей жизни все складывалось плохо. Мы же стремимся к лучшему. Специфика работы медицинского центра возрождения – это лечение зависимости. Ну, а чтобы лечить одну из зависимостей, конечно же, надо разобраться в ее причине. Молодой человек ревнует свою девушку, она старше его на 5 лет, ревнует к ее прошлому. И вот как ему справиться с этой сумасшедшей ревностью, которую она, в принципе, была бы сносила в голову? Если этот молодой человек живет с этой женщиной, ну, он должен ей доверять. Не будешь доверять, эти отношения будут носить очень кратковременный характер. Надо доверять. У каждого из нас есть свое прошлое. Как правило, ревнует к прошлому человек, который имеет определенные недостатки. Или неуверенность. Вот неуверенность. А неуверенность появляется тогда, когда у него есть недостаток. Вот тебя выбрали, ты живешь с этим человеком, не нужно заглядывать туда-назад, что было у кого, да? Вот жить настоящим, это немножко другая вещь. Это выбор, вы его определите и живите. А жить настоящим, вы понимаете, вот нас пытаются сейчас приучить. Живи одним днем, одним мигом, одним часом. Нет, я немножко про другое. Вот, да, я про другое. Да, да, здесь совершенно другая. Вот мы повстречались, у нас все хорошо, не надо лезть. Если лезть глубоко, можно найти там, где ничего абсолютно нет. Согласна. Но какой тогда дать совет вот таким людям, таким парам, что включать разум и полностью отключать эмоции какие-то, которые уносят тебя куда-то в сумасшествие? Все решается достаточно просто. Во-первых, мы с вами говорим, да, надо садиться другу напротив друга и обговаривать эти вещи. И второй момент, который мы в силу интенсивности нашей жизни, что мы бежим, бежим, даже встречаемся только вечером. И вот на такой промежуток времени, это не совсем нормально, да? Должны быть совместные дела. И увлечения. В том числе увлечения. Есть моменты, которые будут нас объединять. Но воспитание того же ребеночка. Не просто там мама или папа отдельно. А вместе они обсудили. Это же больше, чем строительство дома. Это гораздо круче. И можно увидеть все это при жизни. Что ты сделал? Но это надо осознавать, надо чувствовать, надо видеть, надо понимать все это. А у вас когда-нибудь было такое чувство? Вот именно ревность к прошлому? Вы знаете, да, конечно. Боролись как-то с ним или плюнули, махнули рукой? Интенсивность деятельности настолько высока, что мне почти некогда отвлекаться на посторонние вопросы. Это опять мы к тому вернулись, что когда ты занят, когда у тебя есть любимое дело, любимое какое-то увлечение, да, у тебя в голове не поселяются какие-то такие мысли. Тебе некогда. Вполне возможно. Ну, видите, у нас работа, она работа с человеком. Нам погружаться приходится очень глубоко, прям детально. По большому счету передо мной, так сказать, пациент, я влезаю в его шкуру, я чувствую, как он, я вижу, как он, я понимаю, как он, я... И по-другому. У нас учат другому. Вот это то, что я делаю, и это неправильно считается. Надо зеркалить. А я влажу, тогда я понимаю, что мне делать, куда идти. Торговая компания «Ламин Арт» уже сколько лет существует на рынке? Мы существуем с 2003 года, это скоро нам уже юбилей, наверное, в 2023 году давно существует. Ну, вот за это время что новое появилось вот касательно ламината и всего, что вот всех тех мелочей, которых вот не хватает как раз во время нашего ремонта? Всегда стараюсь что-нибудь интересненькое подобрать для наших покупателей. Выставки регулярно посещаю в Москве. Стараемся искать какой-то арт с художественным немножко, что ли, подход. Того, чего нет у других, например. То есть у нас есть ламинат текстурный, с глубокой текстурой, широкий, с фаской. Рисунок не только нарисован, но и продавлен на текстуре. Получается, вы его босыми ногами, да, когда ходите по нему, вы его ощущаете. И он, как имеет такой некий 3D-эффект при определенном освещении, его прямо видно, что он объемный. Это тоже интересно смотрится. Есть художественный ламинат, который имитирует с собой дворцовый паркет. Он есть глянцевый, полуглянцевый, всякий разнообразный. Сейчас текстура камня какая-то, мрамора, какой-то декоративной штукатурки. Начинают появляться такие интересные ламинаты. Мы тоже их всегда привозим. В ряду с этим, конечно, есть и самые такие ходовые позиции недорогого ламината бюджетного. Ламинат есть разный. Ламинат, начиная от 385 рублей у нас есть, и до 2000 рублей за квадратный метр. Тут очень большой выбор. Сейчас появился новый современный ламинат SPC, так называемый. Это каменно-полимерный композит, который влагостойкий, не боится воды вообще. Он состоит на 80-90% из каменной муки. Он стоит как раз в районе 2000. Но сейчас это новомодное, новое такое решение для пола. Что касается звукоизоляции, вот после ламинат, то тут нужно как-то подложку подбирать. Или что, потому что всё-таки беспокоится о соседях. Пробковая подложка, она обладает хорошей звукоизоляцией. Есть подложка изолон тоже, она хорошо очень поглощает ударные звуки, если вы что-то роняете на пол, да. Но тут сейчас как бы большой выбор всяких материалов специфических. Все они у нас тоже существуют в наличии. Сейчас в моде популярен очень высокий плинтус. В основном белый классический. Квадратного именно профиля сейчас вот в моде. В пластиковом варианте есть ещё плинтус полипропиреновый под покраску, ударопрочный. Плинтус различного профиля. Там тоже есть профиль и под классику, и современные, различной высоты, 8, 10, 12 миллиметров высотой. Всё это держим в наличии, всё это сейчас очень актуально и пользуется спросом. Мы сосредотачиваемся ещё в своей работе на таких мелочах, как вот уголки отделочные, багетики, молдинги потолочные, там всякие розеточки, порожки, какие-то штучки для того, чтобы косички замазать, там восковые карандашики, нержавеющий профиль, если вы делаете там ванную и всё прочее, там вот углы кафеля сейчас отделывают. Мы стараемся поддерживать хороший большой выбор всех этих мелочей. Без этих мелочей ваш ремонт будет выглядеть незавершённым. И эти мелочи очень придают какой-то стиль всегда. Часто так бывает, что вроде бы вот выбор велик, всего много, а ты приходишь и не можешь найти то самое, что тебе необходимо для ремонта. Да, но вот что касается как раз-таки проблемы выбора, частенько люди затягивают с выбором. Часто к нам приходят и говорят, нам сегодня кухонный гарнитур ставят, нам срочно. Вот, или нам объект сдавать вот 25-го числа, а сегодня 23-е. И поэтому очень актуален вопрос наличия товара всегда. Прямо здесь вот от строя двора у нас в 100 метрах буквально от павильона находится склад, большой склад. И всё есть в наличии. Поэтому с нами в этом вопросе очень просто. Мы принимаем излишки товара обратно, не ограничиваем в сроках покупателя, поштучно делим пачки ламината. То есть подходим всегда к покупателю с пониманием и стараемся решить все его вопросы, чтобы было удобно с нами работать. Красотки там прибыли в здание. Мы их называем датчанки. Они очень спокойные, очень нежные. И, в общем, стараемся, чтобы они доварили молоточку для нас. В любую погоду ежедневно 20 тысяч литров красно-башкирского молока поступают на перерабатывающие линии Монтогорского молочного комбината. В сутки наше предприятие перерабатывает за 200 тысяч литров молока ежесменно. Если это летний период, то у нас сифра увеличивается до 280 тысяч литров молока в сутки. Спрос. Он требует, чтобы молоко было очень качественное, экологически чистое. И в ответ на это мы построили такую ферму современную, в которой самые передовые технологии и техника. И первая задача была поставить на ряду с объемом молока – именно получить очень качественное молоко. Все автоматизировано, все компьютеризировано, работают роботы. Чтобы почувствовать себя причастной к данному процессу, нужно совсем немного усилий. Буренки с удовольствием сами приходят на дойку, а остальное уже дело техники. На каждой буренке есть чип, и с него считывается информация и показывается вот сюда на дисплее. Номер коровки, кличка, ну и достаточно ли она сегодня подкрепилась в режиме реального времени. После доения буренки молоко, ни с чем не соприкасаясь с воздушем, по замкнутой системе попадают молочные фильтры. Оттуда с молочных фильтров попадает в наш молочный танк. Из молочного танка мы отправляем молоко уже в молоковоз. У вас огромное хозяйство, да? Сколько голов у вас? На сегодняшний день фуражное поголовье составляет около 1700 голов. К концу года мы будем поддерживать постоянную численность фуражного стада 1800 голов. И одна буренка сколько дает в день молочка? На сегодняшний день на одну дойную корову мы получаем около 24 килограммов, чуть меньше, чуть больше в сутки. Оборудование современное, используется по полной программе, позволяет нам получать молоко высшего сорта. В морозную погоду коровам холодно, пьют меньше воды, поэтому валовый надой немножечко снижается. Но это вопрос времени. Сейчас наступит потепление весна, и мы будем давать не меньше 40 тонн. Это как бы стандартный наш показатель. Мы отгружаем молоко в предприятие «Магнитогорский молочный комбинат». Нареканий по качеству каких-то конфликтных ситуаций за последние полтора года вообще не было. А за сутки с вашего конвейера сколько выходит литров готовой продукции молочного? Выпускаем до 150 тонн продукции ежесменно. Ассортимент очень богатый, до 79 наименований. Это классическая продукция, молоко питьевое пастеризованное, кисломолочная продукция, сметана, масло сливочное, ну и целая линейка творожных изделий. Основной успех вашего производства в чём? Ну, это, конечно, наш сладженный, дружный, сплочённый, годами сложившийся коллектив. Первый вкус – это очень вкусно. Могу сказать, что прям, ну, всё как-то очень хорошо, даже хочется к чему-то придраться. А вы знаете, в этом году зима будет холодная, а вам кажется это естественным? Ну, это здорово, потому что многие считают, что всё-таки не нужно спорить со своими внутренними ощущениями и нужно доверять своему выбору. Как правило, первый выбор человека, он всегда самый правильный. Вот приходит человек первый и то, что ему нравится интуитивно. Вот они, когда выбирают ламинат, даже приходят к нам целыми семьями, знаете, целыми делегациями. Очень долго тут мы всё выкладываем, показываем, люди уходят, хотят что-то посмотреть ещё, но вот сразу видно, что им какой-то цвет понравился. И они об этом говорят, сами это понимают. И, как правило, в процентах в 80 случаях возвращаются именно за тем ламинатом, который выбрали первоначально, чисто интуитивно. Вот зашли, и первое, что им понравилось, это был, оказывается, он. В итоге его и покупают, и остаются в 100% случаях довольны. Если вы хотите спокойную и безопасную жизнь, как у других, то помните, это самое главное. В первую очередь нужно начинать только с себя. Мы, конечно, выпускаем пищевую продукцию, и вся она завязана только на правильное питание. Мы всем рекомендуем ежесуточно употреблять в пищу хотя бы 100 грамм творога и выпивать стакан цельного хорошего молока.